Грядет день воинской славы, друзья. Великий праздник, посвященный разгрому немецкой фашистских войск в Сталинградской битве. В память ему был воздвигнут величественный монумент, нареченный как «Родина-мать зовет». Но не задумывались ли вы, кто же такая эта мать? Почему не отец, скажем, мир, союз или что-то еще? Мужчина казался бы более уместным в образе призыва к защите родных земель. Какова предыстория этой матери? Ведь не с потолка же ее взяли. Сегодня я расскажу вам именно об этом. А пока вы знаете, что делать. Во времена СССР власть стала вытеснять прежние христианские устои и значилось незазорным демонстрировать языческие отголоски чуть ли не наравне с православным прошлым. Сваслава, или Славуния-матушка, была в истории язычества известна как праматерь всех славянских народов, которые как раз и получили от нее свое народное имя. Во многих источниках матушку Славунию связывают с еще одной богиней из покровительниц славян – Ладой, поскольку второе имя Лады – Матерь Сва. Иногда указывается, что это даже одна и та же богиня. Путаница возникла, видимо, из-за того, что когда Славуния вместе со своим мужем, богомиром, пришли к людям на землю, они являлись для живучих там тогда иконами Сварага и Лады – женского и мужского начала первейших богов. Но все же, если Лада произошла из дыхания рода, олицетворяет собой любовь и являлась первейшей богиней, то тут даже отец Славуния, Ман, появился намного позже. Также причины связи двух богинь – это приставка Сва к их имени, что обозначает «вся». Именно поэтому Ладу называют Матерь Сва, то есть Матерь Всех и Вся, а Славуния лишь Матерью Сваславой, то есть только славянских народов. Именно она, как повествуют легенды, привела славян в благодатные края, там, где и осели они, и научила любящая мать своих детей хранить огонь, обращаться с ним, а также разводить скот для одежды и припитания. В некоторых источниках Сваслава также представлялась нашим предкам в образе полуптицы, полуженщины. Иногда в доспехах историки ее роднят из древнегреческой Афины и римской Минервы и даже иранской птицы Симург. В моем прежнем видео о полуженщинах есть заметка, как славяне изображали этих существ, явно проявляя свое почтение. Предполагается, что мифологический образ Сваславы пришел из гораздо более древней мифологии. В частности, птицы Сирен, Алконост и Гамаюн своим прекрасным пением заставляли людей забыть обо всем на свете, а голос Сирен и вовсе часто приводил их к смерти. Известно, что от величественного пения Жисваславы древние славянские воины в яростном забвении кидались на врага, а сила их увеличивалась десятикратно. В образе славянской праматери проявляется гармоничное единение личного и общего, славы одного человека и всего народа. Славония представляет собой непрерывное перетекание времени из прошлого через настоящее в будущее. Поскольку только помня о славе отцов и пращеров, приумножая ее сейчас, славяне впредь останутся сильным и славным народом. Олицетворении чести и славы Руси. В ней заключена память о подвигах предков, о славе каждого русича, павшего за свою землю. Матерь Сваслава напоминает нам о героическом прошлом и призывает к новым подвигам защиту родных земель. Так кто же она, матушка Славония, великая Сваслава? Заботливая мать или грозная воительница? Птица, женщина или сияние? Она все это. Такой богинепрародительницы определенного народа нет ни в одной мифологии мира, что делает ее уникальной. И зная все это теперь, нетрудно догадаться, чей же образ отображен на величественном памятнике, олицетворяющем Родину-Мать.